Следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Воркуты, обвиняемого в убийстве белого медведя на острове Вайгач. Ущерб государства ценили в 300 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба окружной полиции, по данным следствия, в апреле прошлого года обвиняемый застрелил белого медведя. Убитого зверя впоследствии обнаружили участники экспедиции, в составе которой были представители Всемирного фонда «Дикой природы». Алена Валей с подробностями. За незаконную добычу и хранение краснокнижных животных обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей. Суд над браконьером пройдёт в Воркуте. Точная дата заседания пока неизвестна. Эксперты Всемирного фонда «Дикой природы» подчёркивают, расследования подобных дел о добыче животных, занесённых в Красную книгу, часто оканчиваются безрезультатно. В 2007 году было подобное дело на Чукотке против двух браконьеров, но тогда они получили условный срок. И мы очень рады, что в этот раз удалось довести дело до суда. И убийце «Белого медведя» грозит реальный срок до трёх лет. И ущерб государству ценил примерно в 300 тысяч рублей. По его личному признанию, да, действительно, шкура планировала использоваться как трофей. Однако обычно шкуры продают, они очень ценятся на чёрном рынке. Нам не составило труда в интернете найти объявление о продаже шкур белого медведя. Их стоимость колеблется от нескольких десятков тысяч до миллиона рублей. Продавцы ссылаются на то, что шкура добыта в Канаде или на Аляске, ведь там официально разрешена охота на этот вид млекопитающего. Министерство природы России планирует ввести запрет на ввоз в страну шкур редких видов животных. Как сообщается на сайте ведомства, планируется разработать соответствующее постановление. Это исключит попытку торговцев выдать продаваемые шкуры белого медведя за импортную продукцию. Второй мерой станет внесение изменений в Уголовный кодекс с целью приравнять факты незаконной торговли к браконьерству. Также по аналогии с наркоторговлей необходимо предусмотреть уголовную ответственность и для покупателей. Официально охота на территории России на белого медведя запрещена еще с середины прошлого века. По данным экологов, сейчас в стране насчитывается примерно 5-7 тысяч животных.